Високосный 2012 год рискует стать рекордсменом по числу ДТП на дорогах нашего региона. Высокой аварийности была посвящена пресс-конференции исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД Дмитрия Костерина. По итогам прошедших семи месяцев на дорогах области произошло более тысячи аварий, в результате которых 94 человека погибли. Основная причина – езда в нетрезвом виде. Идет сознательное нарушение правилам дорожного движения именно со стороны водителей транспортных средств, которые управляют на тренажном состоянии. То есть за руль садятся практически преступники, будем говорить, которые сознательно готовы к тому, чтобы убить другого участника дорожного движения. То есть это преступник на дороге. Тоже как преступник, который с ножом совершает преступление, так же он на транспорте, это тоже орудие преступления. На сегодняшний момент они также занимаются тем, что убивают других людей на наших дорогах. Наказание за это, считают инспекторы, должно быть соразмерно преступлению. И предлагают сажать таких водителей за решетку, раз уж прежние меры недейственны. Неутешительна и статистика детского дорожно-транспортного травматизма. Настоящей головной болью для инспекторов стали юные скутеристы. Но сотрудники госавтоинспекции знают решение этой проблемы. К сожалению, у наших детей нет на сегодняшний момент, и это не предусмотрено законодательством, прав на управление. Но мы как раз поддерживаем законодательную инициативу и совместно с увеличением и ужесточением ответственности в отношении трезвых водителей выходим с инициативой об установлении и, соответственно, введении права управления на скутера. Обращаемся с этим, будем обращаться от имени областной думы в государственную думу. Уменьшить число ДТП, считают сотрудники ГИБДД, могут только сами участники движения. Главное быть взаимовежливыми на дорогах. Тогда и число аварий уменьшится, и по городу передвигаться будет гораздо приятней.